За прошлый год в Российскую Федерацию въехало 15,8 миллиона иностранных граждан, что почти на 14% больше, чем в 2011 году. Почти три четверти это граждане стран СНГ. По прогнозам нашей информационной системы, в 2013 году в Российскую Федерацию могут въехать порядка 17 миллионов иностранных граждан. Если это намеренная и мудрая политика государства, по замене коренного населения приезжими, тогда так и надо сказать, не стесняясь. Мы заменим вас другими. Но так ведь никто не скажет. Никто так не скажет. Никто не признается в геноциде по отношению к коренному народу. Но к нам на телевидении, в редакцию газет Балтийской медиагруппы обращаются другие петербургцы, коренные, которые не могут устроиться на работу, например, дворником, водителем, уборщицей, места занятые. И к нам на 100 ТВ приходят и другие письма о невозможности устроить ребенка в детский сад мест нет. Россия настроена на мигрантов. В связи с этим требуется конкретизировать задачи перед правительством и руководителями регионов по созданию сети государственных адаптационных курсов для трудовых мигрантов и их детей. Струйность есть, но... Да, с русским языком. Да, с русским языком. Например, в этом 11-м Б русские меньшинство – один человек. Еще семь киргизов, два таджика, два азербайджанца и армянин. В столицу мигранты едут не только для того, чтобы заработать. Взрывной рост преступлений, совершенных мигрантами в Москве, стало больше на 40%, а тяжких – на 70 с лишним. Причем в 5,5 раз чаще нападают организованными группами. Жестокую расправу над пассажирами трамвая устроили пятеро приезжих в Москве. Камеру убери, сейчас так распинай, вместе с камерой улетишь, понял? Ва! Вы, может быть, объясните, почему такая ситуация конфликтная произошла? Где свайба в Казлином муже спросить? К пожизненному сроку приговорили убийцу женщины и ребенка. Пьяный гастарбайтер жестоко расправился с ними из-за мобильного телефона. Причем зачем ему понадобилось убивать малыша, которому не было еще и года, осталось непонятно. Вооруженного педофила поймали сотрудники Рязанской полиции. Поздно ночью он проник в детский сад и под угрозой ножа изнасиловал 6-летнюю девочку. В Магнитогорске по подозрению в изнасиловании двух школьниц задержан гражданин одной из среднеазиатских республик. Ставши Рапы. Прозрительского республики. Киргизия. Один из задержанных оказался матерым рецидивистом и киллером по совместительству. Я напомню, все произошло в ночь на 9 июля у станции метро Приморская. Жители Дагестана Ислам Рамазанов, Рашид Сухраев, по версии следствия, избивали случайных прохожих. На защиту горожан встали два петербуржца, однако злоумышленники стали бросать в них булыжники. В результате один потерпевший, Андрей Котков, скончался на месте происшествия. Его приятель был госпитализирован. В убийстве уроженца Кабардино-Балкарии на Сином рынке сознался мигрант из Саджикистана. Безработному Алама Фруза Исмаилова уже предъявлено обвинение по статье «Убийство». Накануне его задержали в Новгородской области на железнодорожной станции «Малая Вишера». Алексей Усачев всего пару дней назад вышел из больницы. Четыре ножевых ранения, два из них в спину. Руку, говорят врачи, придется восстанавливать не один месяц. Так закончилась драка, как потом выяснилось, со студентами Бекханом Резвановым и Магомедом Ильдиевым у торгового центра «Европейский». По словам Алексея, именно они и затеяли потасовку. Начали там оскорблять нас как-то. Да вы знаете, кто мы такие, да мы здесь смотрящие, да что вы здесь вообще мат-перемат, там не буду говорить. Да мы из Чечни, да мы там пули свистели, там, короче, начали нас запугивать всячески. И мы вместе должны добиться того, чтобы одним из ключевых понятий в жизни нашего общества стала толерантность. Вот один из мусульман забрался на ограду храма святителя Филиппа и кричит «Тахрир», что в переводе означает «освобождение». Верующий отвечает ему дружным Аллах Акбар. Позже на церковную ограду забрались десятки мусульман, некоторые фотографировались на память. Негко быть толерантным за чужой счет. Следующая задача – это обеспечение успешной интеграции и адаптации внешних и внутренних мигрантов. Очень важно создать надлежащие условия для интеграции мигрантов, защитить их права и свободы, обеспечить социальную защищенность. Вообще любителям толерантности и знатокам ее я бы предложил в порядке добровольной инициативы выступить с предложением и подавать заявление по месту жительства. Дескать, учитывая необходимость демократии и толерантности, хочу, дескать, из уважения к принципам демократии впустить к себе на постоянное место жительства семьи гастарбайтеров без вредных привычек на неопределенный срок. Европейские лидеры один за другим отказываются от политики мультикультурализма. Последнее заявление о провале исходило от президента Франции Николая Саркази, который сказал, что он не хочет, чтобы люди, цитируя демонстративно, молились на улице. Очевидно, что мультикультурный подход, предполагающий счастливую жизнь бок о бок друг с другом, полностью провалился. Затем масло в огонь подлил Дэвид Кэмерон. Мы не смогли показать пример общества, в которое они хотели бы влиться. А теперь признание сделал и французский лидер Николя Саркази. Мой ответ таков. Да, это провал.